Каких только артистов не интервьюировала кинопанорама за этот период, и очень видных артистов, и не очень видных, ну вот я счастлив, что сейчас я могу представить, так сказать, совсем не видного на кинопанораме артиста. Вот, значит, первая реакция. Вот, значит, это всем нам хорошо неизвестный, значит, Закадров Некадрович нетронутый. Что бы мне хотелось, так сказать, узнать у Закадров Некадровича? Ну, во-первых, значит, мне пришла сейчас мысль, сейчас, где она? А, значит, интересно, что он всем вам хорошо неизвестен по ряду картин. Значит, что примечательно, что Закадров Некадрович практически не снялся, ну, на всех студиях наших студий. И что... Что здесь на всех? Я так стабильно не снимаюсь на Мосфильме. Так. Лентфильме. Так. И студии Горького. Ну, интересно, что за этот период, если в прошлом году вы не снялись... В восьми картинках. То в этом году он уже не снялся. С шестнадцать. Так что рост какой-то налицо. Ну, да, да, да. Вот. Вот вы знаете, конечно, в наш адрес, в нации Кинопанорамы, приходит масса писем... Да, да, да. ...от телезрителей, от любителей кино. Примечательно, что ни в одном из этих писем совершенно не интересуется ваша биография. Вот. Я думаю, что имеет смысл поблагодарить... Ну, конечно. ...наших телезрителей... ...за то внимание, которое я вам, в общем, не уделяю. Скажите, а где вы сейчас не снимаетесь? Одновременно у нескольких режиссёров. Ну, надо сказать, у меня есть преимущество перед другими актёрами. Я знаю моих коллег. Да. Меня не снимают без проб. А, у вас? Не пробуют, чтобы снимать. Я так понимаю, да? А, не пробуют, чтобы не снимать. Да, это интересная мысль. Интересная мысль. Вот тут мне пришло в голову... Да. Скажите, это не вы снимались... Нет, не я. А вот тот яркий эпизод... Без меня. Вот тут скандал был, который... Ну, он со мной. Спасибо, интересная мысль. Скажите, пожалуйста, вот вы много смотрите на панорам, так сказать бы, знаете, спутники и надзрители. Вот как вам, как зрителю уже, а не как артисту, как вы считаете, что легче, задавать вопросы или отвечать? Ну, как говорится, вам карты в руки. Вы же их задаете, вы же на них отвечаете. Это интересная мысль. Мысли интересные. Мысли это интересные. Скажите, пожалуйста, а вот о коллегах? Это такой болезненный коллега. О коллегах... Всегда легче говорить о себе. О коллегах легче, да. Потому что... Интересная мысль, да. Сейчас такая теория возникла. Мелькание на экране. Часто. Мелькание, интересная мысль. Конечно, мелькают чаще, другие мелькают. Ну, мелькают, мелькают, да. Возьмем, к примеру, Армена. Чего? Лучше Жанна Поля. Как? Бельмондо. Бельмондо. Возьмем, давайте. Он снялся в 186 картинах. Интересная мысль, да. Ему никто не говорит, что он мелькает. Нет, никто. Я не снялся в 186 картинах. Да. Мне говорят, надоел. Интересная мысль вообще. Мысль интересная. А вот хобби, знаете, такой тривиальный вопрос. Хобби. У меня на хобби нет времени. И хобби нет. Это интересная мысль. Ну, вы же, вы же поете. Да, ну, вот, к примеру. Летят утки. Интересная мысль. Летят утки. И два гуся. Да. Животные. Животные. Вообще, я приверженец документального кино. Это интересная мысль. Потому что к нему я вообще никакого отношения. Понятно. Возьмем волки. Волки, да. Знаете, волки. Снимаются. Задрипанный кинематографический волк. Я знаю, они в вольерах их посылают. Снимаются. Снимаются. Я не снимаю особо. Белочка. Белочка маленькая. Маленькая белочка. А мысли интересные. Интересные мысли. А вот такая проблема вечная. Это, так сказать, вопрос музыки в кино. Музыка. Я, вы знаете, я считаю, что физическая форма актера, как он выглядит, это главное. Потому что, допустим, актер, если он полный, он каким-то образом худеет. Я не волнуюсь, как он худеет. Знаете, уже актеров многих нет. Фильмы где они? Музыка в народ. Если он скачет сам на коне. Симфонист. Или песенник. Все равно, если это привязано к сюжету. То тогда, я думаю, что это по-настоящему. Вот скажите, например. Ну, не знаю. Любовься, ну, Нерон. Гафт, вот. У него свои пиццы. Какие бы ни были, знаете, он приключенческий. Я знаю, что он делает зарядку с утра. Он привязывает к ногам гонки. Все равно, что бы ни было, зритель в конце знает, что будет песней. Физическая форма. Девушка! Девушка, стойте. Я километр иду за вами. Стойте, девушка. Что, что? Стойте. И все. Что, что? Время сколько не скажете. Полчаса? Спасибо. А меня Владик зовут. Дай пчелую. Что значит? Прямо сразу. Ну, ты какая. Прямо сразу. Я подошел, полшестого было. Сейчас же 31 минута. Ну, дай пчелую. Ну, да, да, да. Главное, прям сразу. А если хочешь знать, мы за очень давно знакомы. Я же вообще писатель. Книжки мои читал. У Муния, Степа, Война и Мир. Дай пчелую. Ну, да, 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 да. Ты что, писатель, что ли? Не любишь писать? Не любишь писать? У ты какая. А режиссеров любишь? Все, я режиссер. Ну, режиссеры, знаешь как, мы если встретим кого сразу. Хам-хам. Мы сразу женивсем, а разлук не переносим. Не, не, дай руку. Ну, дай, ну, дай, ну, дай руку. Ну, дай руку. Вот если дашь руку, поедешь со мной на кинофестиваю в Рио-де-Житомир. Чего ты смеешься? Чего ты, кто ж? Я женат. Ну, ты какая? Интересно, с чего ты взяла, что я женат? А, кольцо на пальце. Ты не в курсе, это палец не мой. Свой сломал. Да я вообще летчик, понимаешь? Была страшная авиакатастрофа. Я упал с самолета без парашюта. Сломал палец. Пересадили другой, попался с кольцом. Ну, в общем, все. Главное, женаты. Тем нашим санаторичам не такое про меня наговорят. Что ты не понимаешь? Они счастью нашему завидуют. Еще бы. За моряка каждый хочет выйти. Опять не веришь. Хорошо, веришь, что вчера вечером я тебя увидел, я всю ночь не спал. Что, 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 что? Ну, и что тебе Наташка сказала? Что? Ну, и что тебе Наташка сказала? Я всю ночь к ней в окно лес, на третий этаж, и подумаю, значит, опять контузия открылась. Да ты же не знаешь, я на самом деле шахтер. И была такая авария. Теперь мне по ночам кажется, что засыпало, понимаешь? И все время хочется наверх полезть. И чем выше, тем безопаснее, понимаешь? Я Наташку, говоришь, хватал при этом? Ну, я какой? Ну, вообще, правильно, она худая, наверное, я ее за отбойный молоток принял. Ну, что, ой, прямо, прямо, ой, прямо, как тебе верить, то летчик, то что кто-то. Все, тебе одной скажу. Вот тебе одной. Иди ближе, ну, иди ближе, ну, иди ближе. Иди ближе, тебе одной скажу, кто я. Я секретный физик. Закон кулона слышала? Моя работа. Я понимаю, ты думаешь, для меня это курортный роман. Ну, вот чтобы ты поняла, что для меня это на всю жизнь. И что, это от сердца. Запиши, запиши мой домашний телефон. Запиши, 0-9. Все, спроси, Владико. Домашние адреты записывай немедленно, мой. Без адреса я вообще целоваться не буду. Значит, так, Узбекская СССР, Киевская область, город Рига, Владико до востребования. Все. Я не понимаю. Тебе после этого все равно кажется... Как тебе после этого кажется, что женатый? Тебе что, документ показать? Вот прям документ с печатью показать? Ну, ты какая! Значит, ты словам не веришь и по глазам прочесть не можешь. Вот тебе документ с печатью, читаешь, что написано. Значит, нет, ты уже читай. Печать, видишь, и теперь читаешь, что написано. Действительно, на сентябрь. Для проезда в трамвае и метро. Видишь? Где написано, что женатый? Покажи, в каком месте написано, что женатый? Какая Люська? Люську еще вспомнила. Да мы с Люськой, знаешь, сколько лет? Да ты знаешь, сколько? Ой, сколько лет мы с Люськой знакомы? Да мы с ней, да ты же, мы с ней просто друзья. Мало, что у нее ребенок от меня. Не важно, какая разница. Да? Вот я ей как к другу. Ага, ага, ага. И все. На 8 марта. Небольшой сувенир. Куда пошла? Куда побежала? Будешь я хорошо вести? Я тебе подарок сделаю. Куда пошла? И это сорвала. Вот и какая! Геннадий Пазанов сейчас исполнил монолог писателя Летина Смолина. Я хочу купить, как во время войны, танк на средства артиста, но пользоваться самому какое-то время. Как поддерживать население эту мысль? Приятно, наверное, внезапно появиться в ЖЭКе и попросить заменить пол на кухне, не выходя из машины. Хорошо въехать на базар и через щель спросить, сколько-сколько? Одно кило или весь мешок? Хорошо еще иметь приятеля на вертолете, чтобы летел чуть впереди. И пара друзей с автоматами, чтобы бежали чуть сзади. Так можно разъезжать по городам, ночевать где захочется, в поликлинике насчет больничного листа осведомиться, зайти к главному, потолковать, пока друзья под дверью расположились. Очень хорошо, если кто-то ругается, продавщица, допустим, так орет, что в машине слышно. Ребята сзади аж спотыкаются. Это очень удачно. Подъехать к лотку, въехать прямо на тротуар, подождать, пока рассеется дым, и спросить, из-за чего, собственно? Почему бы не жить в мире и спокойствии? И на ее крик, это кто здесь такой умный? Я! И подъехать поближе, громыхая и постреливая вверх, совершенно холостыми, то есть очень одинокими зарядами. Вот и очередь у гастронома, в рассыпную. А чем, собственно, приторговываете? А из-за чего, собственно, жалобы? Может, обвес, обсчет, обмер? Ну-ка, свесьте ко мне и сюда в дырочку положите. А теперь улыбнись вот сюда же в дырочку. И держи улыбочку, пока я здесь внутри буду перевешивать. А трамвай сзади тихо стоит, не трезвонит. Частнички дорогу не переезжают. Хотя и мы на красной ни ногой, ни трахом. То есть кончик ствола у светофора замер, и только на желтый вздревела. Ну, конечно, это уже не бумажные филитоны. Тут, если сосредоточиться на ком-то, его все-таки можно устранить, даже вместе с окружающим. Или, по крайней мере, обратить внимание общественности. Что, мол, оттуда за стрельба, дым и дикие крики? А там как раз обращают внимание общественности. Или вот почему тянутся строительством? Просто подъехать и спросить. А чтобы он через задний ход не сбежал, друзья должны его оттуда вернуть и подвезти к стенке, где графики. Пусть нам с указкой объяснит. Так же с перебоями в молоке. Попросить председателя встретиться с начальником, пригласить к стенке с обязательствами. Я не думаю, чтобы они длинно говорили. Потом насчет очков. Их нет или они есть? Они есть или их нет? Уже не в очках дело. Пусть скажут, они есть или их нет. Лекарства. Выписывать те, что есть, или те, что лечат. И чем они отличаются? Да, Господи, имея такой аппарат, нетрудно весь художный совет пригласить к себе по поводу принятия этого монолога. Если кто против, спросите, сидя на башне и хлеба из котелка, а почему, собственно? Мы можем даже вместе выйти на сцену. Один читает произведение, а другой тут же объясняет, почему этого не надо делать. И кто больше, соберет народу. Пусть эти ребята тоже дают прибыль. Да мало ли куда можно подъехать, справиться, как там идут дела. Но тут уж не по телефону, тут как никогда важен личный приезд. И устроить прибытие скорого танка по вызову. Это вам уже не группа психологов, которая успокаивает под девизом «То ли еще будет». Это мы конкретные ребята мотовзвода гнестрельного сочувствия. И что прошел слух, что врать и грубить вдруг стало небезопасно. И что из-за неизвестного жильца может приехать я с друзьями. И наша бронь так же глуха. И пусть у него хоть на какое-то время отнимется это вранье и хамство, которое ему кажется умением работать с людьми. Пусть оно больше не вырабатывается его председательской железой. Пусть он не учит нас. Ибо результатов у него никаких. А ждать, что он сам поймет, уже невозможно. Броня крепка, и танки наши быстрые. Последнее время стало модным заниматься гимнастикой йогов. Вышло много рекомендаций. Вот я пытался по такой рекомендации засыпать. Фу, после такого трудного дня засыпать надо строго по науке. Итак, сначала ложусь на спину. В позу бревна. Кровать вдоль меридиана. Матрас поперек. Ноги вытянуты, руки по швам. Тело расслаблено, дыхание размеренное, голова пустая. Взгляд остекленявший. Строго вверх. Потолки второй год побелить не можем. Нет, глаза лучше закрыть. Вот так начнем, пожалуй. Аутогенная тренировка. Я солнце. Я огромный солнечный круг. Я солнечный круг. Солнечный круг. Небо вокруг. Тихо, спокойно. Я солнце. Я огромное горячее солнце. Я излучаю тепло. И поэтому мне совершенно наплевать, что отключили горячую воду. Мои кисти и так уже нагреты. Мои ступни горячи, как протуберанцы. Моя голова, моя голова, где моя голова? Вот она, боже мой, скоро совсем без волос останется. Нет, все больше никогда никаких шампуней, только крапивой. Так что солнце, конечно, солнце, но на закате. Нет, перед сном о возрасте лучше не думать. Надо представить себя чем-то другим попроще. Я земля, я земля, я наша нестареющая планета Земля. Ах, с какой необычайной легкостью я мчусь в бесконечности и парю в невесомости. А вчера я с ведром упал с лестницы. Но, слава богу, ударился головой, поэтому ничего себе не повредил. Нет, так дело не пойдет, так я вообще не засну. Надо немедленно от всех мыслей и дело отвлечься, как на работе. Ведь спим же и ничего не мешает. Голова сама целый день лбом об стол бьется. Надо успокоиться по методу аутогенной тренировки, посчитать про себя. Вот так. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Соседка-негодница, семь рублей второй год не отдает. А ведь на два дня занимала. Одолжите, одолжите. Вологодские кружева, видите ли, ей к лицу в зеркало б на себя посмотрела. Туркменская паранджа тебе к лицу. Тихо, спокойно, у меня все хорошо, и никаких неприятностей у меня нет. А то, что от центра Москвы далеко живем, это ерунда, зато к пригородам Ленинграда близко. Так что у меня все хорошо, и глаза сами закрываются. Кстати, чего это они у меня открыты? Ведь у меня все хорошо, дом новый. Магазины прачечные под боком замечательные. Магазины отличные прачечные. Месяц назад сдали семь пододеяльников, вчера обратно получили 14 простыней. С женой тоже все хорошо, по-хорошему разводимся, имущество пополам. Ей квартира, мебель, книги, мне дети и бабушка. Фу ты, весь сон как рукой сняло. Нет, хорошо этим йогам в их субтропиках. Под бананом сел, полотенцем повязался, лотосом прикинулся, никаких проблем. Хоть весь день свой внутренний мир созерцай. Вот черт, а это еще что такое? Не как будильник звонит, надо же как быстро ночь пролетела. Это, наверное, потому что я ее по методу аутогенной тренировки провел. Кстати, вставать после такой бессонной ночи надо только по методу аутогенной тренировки. Вот так, с левой ноги на обе, и раз, и два, а теперь про себя. Быстро-быстро, я выспался, я выспался, я выспался. У меня все хорошо. Если у вас пожар, вы звоните 0-1. Если, не дай бог, на вас напали хулиганы, вы звоните 0-2. А если на вас напала хандра, если у вас плохое настроение, куда звонить? Анатолий Алексеевич, скажите, пожалуйста, как вы думаете, нужна ли городу служба хорошего настроения? Ну, я думаю, что да. Я набрал, скажем, 0-13. Так. Ну, сперва, естественно, ждите. Ждите. Потом смех. Потом чей-то ангельский голос спрашивает, что случилось. Вы говорите, что вас обидел начальник. Вам в ответ два анекдота про глупого начальника. Вы говорите, что вас обвесил продавец. Вам анекдот про глупого продавца, который не обвешивает. Ну, и у вас уже хорошее настроение. Да. Я с вами согласен. Скажите, пожалуйста, а вот если бы вы дежурили у такого телефона, как бы вы отвечали на звонки? Ну, во-первых, мне не хотелось бы даже временно носить титул дежурного юмориста. Но если бы кто-то просто так позвонил, дескать, тоска, некому руку пожать, я бы, помняв, что у него тоска и что клин вышибают клином, прочитал ему что-нибудь из себя. Ну, а может быть, сейчас вы это и сделаете? Да, ну, а что мне остается? Пожалуйста. Женский монолог. Муж – это что? Муж – это должность или звание? Если должность – служи. Если звание – не позорь. Так нельзя больше. Кто хочет, тот и муж. Ты заслужи сперва, оправдай. Кастрюлю берешь гарантией год. На приемник – два. На холодильник – три. На мужа – ничего. Это ненормально. От мужа ведь больше пользы, чем от кастрюли. Что получается? Три месяца прожила, с ним он исчез на рассвете. Так тоже нельзя я, живой человек. Чистый ходил, во всем свежем. Пыль с него сдувала. За день раз двадцать скажешь – иди руки вымой. Он у меня из ванной не вылезал почти. Только поесть да поспать. Что ему еще нужно было? Жил, как в раю. Сбежал, как с каторги. Надо что-то делать, я не знаю. На инженера пять лет учит. На повара два года, на мужа десять минут в ЗАГСе. Какой он специалист? Что ему доверить можно? Если это профессии – учись. Если хобби, то клуб какой-то должен быть. Все же через клуб сейчас. Собаку хорошую достать через клуб. Родословную дают. Ошиблись – обменять можно. Мужа берешь, как кота в мешке. Что он мне устроил? Три месяца прожили, исчез на рассвете. Кажется, жила его интересами. На хоккей ходила. Придем со стадиона, он есть просит. Я говорю – подожди, давай матч обсудим. Он, видите ли, не хочет обсуждать. Я спрашиваю – ты меня любишь? Муж молчит. Я еще раз спрашиваю – в чем дело? Он говорит – люблю. Хорошо, зачем на весь дом кричать? Скажи тихо, чтобы соседи не проснулись. Такой веселый был до свадьбы разговорчивый. Обещал на руках носить. А что получилось? Всю семейную жизнь на ногах перенесла. Это какое здоровье нужно иметь? Надо что-то делать, я не знаю. Если муж – это почетная обязанность, пусть призывает самых достойных. Приемная комиссия должна быть. Годен – читай клятву. Негоден – сиди в запасе. Или вообще белый билет ему. Если семейная жизнь – это наказание, то надо по всей строгости закона. К 25 годам. К 15. Не к трем же месяцам – это не мелкое хулиганство. Сбежал еще ему срок набавить. И никаких амнистий. Если это болезнь, диспансеры должны быть. Пусть им там прививки делают или уколы. Что-то надо делать, я не знаю. Как дальше жить, товарищи? Я боюсь теперь замуж выходить. А если второй раз – то же самое. Кто-то должен взять на себя всю ответственность. Я не знаю кто. Пусть госстрах возьмет. Застрахуем их сразу на большую сумму. Как движимое имущество. Вопрос наболевший. Я ко всем обращаюсь. Куда мы катимся? Подумать же страшно. Рассказ называется «Хор». Последний раз Ниночка видела у директрисы такое лицо в апреле, когда стало известно, что Васильев, Никонов и Пузин после третьего урока отправились искать золото на Аляску и недели не могли их найти ни здесь, ни там. Директриса закрыла за Ниночкой дверь, задернула за навески и при свете настольные лампы шепнула учительница пения на ухо. Завтра будете выступать в австрийском посольстве. Слава Богу, я аж подумал что-то серьезное. Обрадовалась Ниночка. Нина Васильевна, не понимаю, чему вы радуетесь. Директриса навела на него двусволку близко посаженный глаз. Можно подумать, Ваш хор по вечерам распевает посольство. Вы понимаете, какая это ответственность? Так может не выступать? Упавшим голосом сказала Ниночка. Сказали, надо выступить и предупредили. В случае чего, понятно? Соберите хор после уроков, я буду говорить. Когда директриса вошла в класс, крики чуть поутихли, а когда она трагическим голосом произнесла товарищей, наступила гробовая тишина. Товарищи, завтра у Вас ответственнейшее мероприятие. Вам предстоит выступать в австрийском посольстве. Надеюсь, не надо объяснять, какая это честь и чем она может для Вас кончиться. Другими словами, Вы как бы отправляетесь за границу. Заграница – это местность, где проверяются лучшие качества человека. Как в разведке. Ни на минуту не забывайте, что у Вас самое счастливое детство из всех детств. Обувь почистить, уши вымыть, в туалет сходить заблаговременно. Сигаеву постричься, как нравится мне, а не твоему папе. Челка полтора пальца моих, а не его. Австрийцы говорят по-немецки, у Вас английский. Что бы ни предлагали, отвечает Дан Кишон, то и спасибо. У наших австрийских друзей ничего не брать. Они должны понять, что у Вас все есть. Вы поняли, повторила директриса. У Вас все есть. Сигаев и у тебя тоже. Руки в карманах не держать, матерям зашить. Директриса пошла к дверям, улыбаясь и так приветливо помахивая рукой, что всем стало жутко. Расходились молча по одному. Всю ночь родители гладили, подшивали, мыли, стригли. Утром хористы появились в школе чистенькие, страшненькие, как привидение на выпускном балу. Ровно в десять в школе подкатил иностранный автобус с темными, как у пляжных очков, стеклами. Елена Александровна по такому поводу в парадном кожаном пиджаке и юбке, надетой на левую сторону, проверила у всех ногти, уши, обняла крепко Ниночку и траурная цепочка исчезла в автобусе с темными стеклами. Минут через сорок автобус подъехал к трехэтажному особняку. Ворота с чугунными кружевами распахнулись и автобус мягко въехал во двор, другими словами, за границу. На встречу вышла загорелая женщина в голубом платье и непонятно с какой стати заговорила по-русски. Наверное, приглашала идти за собой. Иностранная территория угнетала неестественной чистотой и подозрительно пахла чем-то вкусным, очевидным международным скандалом. У Потемкина оборвалась пуговица, которую он нервно тискал свободной от Кирилловой рукой. Он хотел бросить пуговицу в ворну, но, подумав, решил не рисковать, а просто сунул пуговичку в карман. Карманы оказались зашитыми. Тогда Потемкин принял единственное верное решение. Незаметно для себя сунул пуговицу в рот и языком пристроил ее к левой щеке. В зальчике, где предстояло петь, около небольшой эстрады в креслах сидели пять взрослых и человек десять иностранных детей, одетых так аккуратно, будто петь должны были они. Хористы парами стали взбираться на сцену, о чем возникла заминка, поскольку мальчики, как учили, пропускали всех девочек вперед, при этом продолжая крепко держать каждую за руку. Блеснуть хорошими манерами в таком положении оказалось непростым делом. Наконец хор выстроился. Ниночка вышла вперед и с трудом подбирая русские слова, увязая в прилившем гортане Данки Шон, выговорила, что они рады присутствовать в этом зале у своих австрийских друзей. Переводчица с трудом перевела и, как бы поправляя прическу, наклонившись к Ниночке, шепнула, это не австрийское посольство, а венгерское. Ниночка отчаянно сплеснула руками и хор, стиснув зубы, запел день рождения только раз в году. Ребята пели, стоя плечом к плечу, мужественно скинув головы, не мигая, глядя в зал. Не знающему русский язык могло показаться, что это осужденные на казнь. Поют последнюю песню. Согласно утвержденному репертуару, вторым шел светит месяц. Солирова с третьего такта должна была Чистякова, но когда Ниночка всквозь взмах руки глянула на Иру, то поняла, что сола не будет. Чистякова стояла, заготив глаза, уронив на бок голову, и не падала лишь потому, что с двух сторон ее подперли плечами Сигаев и Фокин. Ниночку обошло. Вот он, международный скандал. Она продолжала машинально размахивать руками, и вдруг на двенадцатом такте песню повела Муханова, староста хора. В другой тональности, не тем голосом. Ну, кто тут считает? Господи, миленькая моя, подумала Ниночка, непроизвольно загоняя темп. Еще три песни, слава богу, концерт кончился. Раздались аплодисменты. На сцену поднялся посол. Вручил Ниночке выемпелы тяжеленный альбом, на котором было написано Будапешт. Выходит, все-таки Швеция. Мелькнула Ниночке в голове. Она с ужином смотрела, как детки спускаются со сцены, и значит, вот-вот рухнет потерявшее сознание Чистякова. Но со сцены спустили все. Сегаев и Фокин, зажав неживую Чистякову плечами, бодро снесли ее вниз, и затопали дальше с таким видом, будто с детства так и ходили. Втроем, плечом, плечом. Фу, обошлось, имея в виду международный скандал, вздохнула Ниночка. Но оказалось, самое страшное впереди. Гостей завели в зал, где был накрыт стол. Но какой? Разноцветные бутылки с лимонадом, кока-колой, вазочки с пирожными, конфетами, жвачка, и все пахло так вкусно, что сводило челюстей. Посол сделал широкий жест рукой, мол, угощайтесь. Ребят потянуло к столу, но они устояли на месте. Так, как смотреть на стол не было сил, все завели глаза к потолку, и, сглатывая слюну, с интересом принялись разглядывать роспись потолка, где упитанные аморы целились из луков полуголых бессовестных женщин. Посол, в это время рассказывая что-то смешное, налил Ниночке шампанское и предложил сигарету. Учительница пения не курила, но хватила за сигарету и начала торопливо ее посасывать, тревожно оббегая глазами маленьких сограждан, при этом улыбаясь послу и непринужденно стряхивая пепел в карманного светлого пиджака. В это время Сегаев... Ох, этот Сегаев, что значит неблагополучная семья? Он схватил бокал лимонада и прокинул в рот. Это оказалось Ниночкино шампанское. Наступила жуткая пауза, все ждали последствия, они последовали буквально через две минуты. Алкоголь быстро впитался в кору детского головного мозга, и пьяный Сегаев устроил дебош. Он развязно взял из вазы пирожные и съел его. Потом взял второй и съел. Третье съел, сунул в рот четыре конфеты разом. Под влиянием алкоголя, очевидно забыв, что у него все это есть, Сегаев выпил два фужера шипящей кока-колы и, потянув посла за рука, спросил, а где игрушки? Виська говорил, у вас игрушки здоровские. Посол улыбнулся, распахнул дверь в соседнюю комнату. Да, игрушки были действительно здоровские. Пол комнаты занимала почти настоящая железная дорога. Поезда, вагончики, светофоры. Кто-то что-то включил, и красный паровозик присвистнув, припустился по узким рельсам. При виде этого чуда Сегаев едва не протрезвел. А в это время иностранные девочки показывали нарядно, словно живых кукол. Женская половина хора замерла в восхищении, и только староста Муханова, не растерявшись, очень к месту сказала, а по запасам железной руды мы превосходим всю Европу. А вот Кравцова не выдержала. Пойдя на поводу материнского инстинкта, она взяла куколку и сжала ее так, что дописнуло что-то похожее на мама. Судя по вытрященным глазам, до этого дня кукла молчала. Сегаев выхватил из груда игрушек пистолеты, с эпидитом прицелился в Муханову. Черноглазый мальчик с знаками объяснил, что пистолет можно забрать насовсем. Муханова, презрительно усмехнувшись, сказала, вот уж незачем. У нас в стране у всех есть пистолеты. А железная дорога у вас есть? Спросил Черноглазый через переводчицу. Железная дорога? Муханова на секунду задумалась, и словно отвечая по английскому текст, моя семья протарахтела. У меня есть железная дорога, у меня есть брат и сестра, мы живем в пятикомнатной квартире-служайке, имеем в гараже машину, по воскресеньям имеем традиционный пудинг со сбитыми сливками, потом на машине отправляемся за город, где имеем уикенд. А у тебя тоже есть железная дорога? Спросил Назолевич Черноглазый у Носова. Носов чуть не проболтался, что у него из всего, что перечислило Муханова, есть только настоящая железная дорога, причем под окном. И все время кажется, что паровоз вот-вот летит в дверь. Но, взяв себе в руки, он четко повторил то, что только что говорила Муханова. Только вместо взбитой сливки он сказал «избитые». А упомянув про традиционный пудинг, поморщился, вспомнив, как отец в воскресенье, приняв традиционный пудинг, гонялся за матерью Судякова. Оказалось, что еще у четырех опрошенных есть железная дорога, пятикомнатная квартира, воскресный пудинг, машина, брат, сестра и уикенд. Этот Черноглазый зануда такая, он еще спросил, «У вас что, на всех один отец?» «Отцы у нас разные, жизнь одинаковая», гордо ответила Муханова. «Ну, нам, наверное, пора, заторопилась Ниночка, нам ведь сегодня еще в грузинское посольство». Ни с того ни с сего ляпнула она. «А я остану», сказал Сегаев. «Как это останусь?» воскликнула Ниночка, представив лицо директрисы, когда та узнает, что Сегаев остался за границей. «А что такого?» сказал Сегаев. «Поиграю и приду». «Смотри, ты играешься», сказала Муханова. «Мы бы все с удовольствием остались, товарищи, но надо подстригать лужайки у дома, пока не поздно». «Сереженька, дай пистолетик». Муханова схватила кисть Сегаевской руки и стала ее выкручивать. Сегаев рванул пистолет на себя и грянул выстрел. Резиновая пулька с присоской ударила в люстру, срезала белоснежный плафон и тот лихо напялился на голубосла, который уже поди шахом опустился на пол. Нарочно люстру на Сегаевом повесили. Специально. Бормотала Ниночка, разорвав блузку и пытаясь силой перевязать посла, а тут отбивался со словами «Не стоит беспокоиться, вот зараза!» Кое-как посла из плафона вынули. Голову перебинтовали, пол подмели, потом долго сжали друг другу руки, наконец выбрались из помещения вон. Ребята быстренько влезли в автобус и оттуда суроса смотрели на посла с перевязанной головой. Он помахивал рукой и морщить приглашал приезжать еще. И вот автобус выехал с территории посольства на родину. Ехали молча, только вслипывало пришедшее в себя Чистякова, да чем-то вызывающий хрустел Сегаев. И вдруг, словно по змаху руки невидимого дирижера, весь хор разно рванул песню «Эй, ухни!» Дети пили таким чистым, таким наполненным, слаженным звуком, которого Ниночка от них добиться никогда не могла. Особенно красотой и лихостью выделялся голос Потемкина. Как потом выяснилось в больнице, он на радостях проглотил таки пуговицу. «Завтра пойдете на десять километров», сказал мне начальник отдела. «Куда?» заинтересовался я. «Никуда, а как. Десять километров на лыжах. Кросс. Да, но мне пятьдесят три года», сказал я. «А это не имеет значения. Мы должны обеспечить массовость. Приказ есть приказ. А когда я получу суточный, поинтересовался я. Начальник повертел возле виска указательным пальцем, давая понять, что у меня не все дома. Вы что, серьезно? Ну, разумеется, все-таки десять километров. «Пойдете за свой счет», сказал он. «Потом оплатим». Потом оплатим. И начальник отдела указал мне на дверь. Всю ночь мы с моей старухой не сомкнули глаз, готовя меня в дорогу. И к утру, наконец, чемодан был уложен. «Не занашивай рубашки», говорила моя старуха. «Меняй их чаще». В хозяйственную сумку она уложила еду на первое время. «Здесь курица», сказала она, «десяток яиц, котлеты такие, как ты любишь, термос с бульоном и пирог с яблоками. Остальное будешь прикупать в дороге». И старуха моя разрыдалась окончательно. «Прости, если что не так было», сказал я дрогнувшим голосом. «Все-таки прожили мы с тобой хорошо. Береги себя», сказала она, «обо мне не беспокойся и, главное, возвращайся с победой». В десять часов утра на станции Реутова мне нацепили на грудь номер 184 и я стартовал. Придя в себя после первого потрясения, я увидел, что справа и слева от меня, спереди и сзади, шли мои сослуживцы еще много других сотрудников, с которыми я прежде не был знаком. Каждый из них имел свой номер на груди. «Вы не устали?» спросил я у номера 12, когда мы прошли восемь метров. «Пока держусь, а я буквально валюсь с ног. Крепитесь, старина», подбодрил меня номер 12. «Говорят, что скоро наступит второе дыхание». «Да», ответил я, «И кажется, последнее». «Около трех часов дня, когда мы вошли в лес, упал на снег номер 200. Упал, как подкошенный, и умолял нас бросить его самим продолжать движение. «Жене, скажите мое прощальное слово», хрипел он, «И передайте кольцо». Мы подняли его, сделали ему искусственное дыхание, привязали к номеру 95 и тронулись дальше. Однажды на рассвете неожиданный рывок совершил номер 70. «Куда вы, куда вы?» закричали мы. «Мне необходимо быть дома в пятницу», бросил он. «У жены день рождения». Бедняга, видимо, потерял счет времени, потому что уже было воскресенье. Недели три еще его сутулая спина с номером 70 маячила перед нами, служа своеобразным ориентиром, но потом и она скрылась за деревьями. Мы продолжали идти вперед, невзирая ни на какие трудности. «Когда вы получили последнее письмо из дома?» спросил меня номер 50, ожесточенно работая палками. «Очень давно», ответил я грустно, отталкиваясь, что было силы. «Жена пишет, что дома все хорошо, она уже на пенсии, внук пошел в школу, в городе провели метро, да, мечтательно произнес номер 121, а у нас уже, наверное, лето. Жара, небось, стоит, птички поют, и он смахнул слезу. Номер 92 до кросса был профессором математики и убежденным холостяком, но, впрочем, большим охотником до женского пола. «Здесь, говорят, неподалеку проходит женский кросс», хитро шепнул он мне как-то. «Может, порезвимся, если ветра не будет? Потом нагоним. Это неспортивно по отношению к другим», сказал я. «Ну, как знаете», буркнул он и начал бриться. Больше я его не видел. Правда, номер 13 уверяет, что слышал ночью чьи-то крики о помощи. Все может быть. Не исключено, что профессора задрал волк. Пронеслись годы, когда я после кросса вернулся домой. Моей старухи дома не было, а на столе меня ждала записка. «Милый, меня забрали на соревнования по бабслею». Никто не знает, что это такое, но говорят, что это что-то чисто женское. Прощай навсегда». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С 11 этажа. А мы с Машей сидим, разговариваем, обсуждаем, как бы новую мебель купить, у кого бы 300 рублей занять. Я говорю, Маш, а давай у Теси займем. Ну он как это услышал. И вместе с тряпочкой. Хувырк. Это на лифте долго. А без лифта секунды три. И вот что характерно, повезло Тесю. Ну ни одной царапины. Ни одной. Носок только шерстяной. Налево ноги порвал. Сильно порвал. А вы думаете, как это вот с 11 и только на... Да очень просто. Там внизу сосед своей Жигули разогревал. Ну а Тесю, он солдатиком крышу пробил и на шею у соседа приземлился. Ну представьте картинку. Сидит человек за рулем. Вдруг у него впереди шлепанцы. И на шее человек. Ну этот сосед, он с перепугу по газам ударил. Машина, значит, прыгнула на мужика с газовым баллоном попала. Ну мужик не растерялся. Он газовый баллон в машину метнул. А сам головой обоспалит. И без сознания затаился. Ну а баллон, он, конечно, рванул. Машину в дребезги. Картина, конечно, сосед сидит в кресле, в руль вцепился. Только кресло осталось. И руль. И тесть мой на шее сидит так. И в легком шоке волоски у соседа на голове перебирает. Ну а осколок от баллона один в витрину универсама попал. Что-то там замкнулось или разомкнулось, не знаю. Ну свет универсами погас. А до закрытия еще минут сорок оставалось. Ну тут кто-то крикнул. Товарищи без паники. А паники никакой не было. Тишина полная. Только слышно, как товар с пола шуршит. Свет, когда врубили, универсами никого и ничего не было. Даже кассовый аппарат по пыхах захватили. И что характерно, знаете, вот товар, который при свете совсем не шел, без света пошел за милую душу. То есть в потемках покупательная способность значительно возрастает. У нас. Ну тут, конечно, кто-то милицию вызвал. Ну видно, тот, кому ничего не досталось, вот он. Милиция приехала, а около универсами никого нет. Только тесть сидит на тротуаре и сухарик жует. А ему сразу вопрос. Где, мол, ваши сообщники? А он говорит, я когда, мол, с один этажа летел, ничего такого подозрительного не заметил. Ну, они решили так шуму особого не поднимать. Решили отнести все к стихийному бедствию. Ну, мол, в связи с землетрясением в Турции произошло сотрясение почвы в районе универсама, куда все товары и провалились к чертовой матери. Ну, а тесть, я как единственную уцелевшую жертву спрашиваю, какие у вас претензии к Турции? Ну, тесть, он, конечно, в связи с полетом умом чуток тронулся, но в ту сторону, которую надо. Он говорит, что, когда, знаете, то зверский порвал носок шерстяной, из чистой шерсти верблюда. И пальто кожаное на меху куда-то провалилось. А в нем в кармане был кошелек со старыми рублями мелочи. Что вы думаете, турки тесью полет возместили в размере 300 рублей? Мы мебель купили. Я вот сейчас думаю телевизор цветной купить. Хочу у тесе денег одолжить. Вот сейчас из больницы выйдет, я одолжу. А больше ни у кого. АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю, что ты в гостинице, но где ты был? Я был исключен за тебя. Пятый раз меня переводят из номера в номер. Но пять раз ты меня меня менялась. Почему? Да, потому что это такой отель. Здесь масса интуристов, масса иностранцев, много делегаций, всевозможных журналистов. Здесь так интересно. Ты знаешь, очень много национальностей в разных костюмах. Ты не говоришь, что много национальностей в разных костюмах и национальных костюмах. Да, это действительно интересно. Слушайте, Аркадий. Почему не делаешь это? Это не возможно. Почему? Все актеры у нас сейчас нет. У нас в гостях. Ну, что если у вас актеры на гостях? Бессонница. Третьи сутки не сплю. Попробуй прилягу, может быть. Может быть, что-нибудь у меня получится, не знаю. Может быть. Может быть. Вы меня извините, можно к вам? Так, извиняюсь, тут его нету. Так, баклум, но тоже нет. С ее стороны нету. Слип. Алло? Нет, это не он, совсем наоборот. Это администратор театра миниатюр. Со мной кто говорит? Администратор отеля. Очень приятно. Слушаю вас, коллега. Я извиняюсь, вы случайно не из Одессы будете? Нет, но я думаю, администратор, почему бы и нет? Слушаю вас, коллега. Я... Чтобы он приехал в другой номер. Слушайте. 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 Я... Я понимаю. Слушайте. 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 А-ха-ха-ха. А-ха-ха-ха-ха-ха. Иностранцы, туристы. Я уже все понял. Привет, коллега. Привет. Слушайте, вас хотят перевезти в 6-й раз. Ну, видите, смея. Спит. Вот что я сделаю. Я правильно поступлю. Пока он спит, я воспользуюсь этим... Этой паузой. Я... Я помоюсь у него ванной. Это самое правильное дело будет. Да, он уже ушел. Да, пожалуйста. Он уже уехал. Пожалуйста, милая. Да-да. Пожалуйста. Пожалуйста. Да. Прошу вас, пожалуйста. Да. Слушаю вас. Алло. Пожалуйста, малыша, милая. Здравствуйте. Это Агнесса Фауна. Пожалуйста, милая. Дайте мне, пожалуйста, нижний холл. Пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте. Менеджерин. Yes. Милые, пожалуйста, там у вас в холле сидят иностранные туристы, да, там американец, японец и кто еще? Индус, да, да, пожалуйста, милые, пришлите сюда, я в 101-м, пожалуйста, да, да, пускай они посмотрят, годится ли этот номер, пожалуйста, да, пожалуйста, спасибо, пожалуйста, милые, Валюша, милые, дайте мне отдел иностранного обслуживания, немецкий сектор, да, пожалуйста, просто цель. Все хорошо, да, Dáatellis, всемиству, да, bedрice, 274,78, и да, и все, ну да, я понимаю, но это не могу, это не возможно, не возможно, нет, яanya, 5. О, Майд! Я... Я не шрекли, шрек. Ибо она штуна. Я... 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 Пожалуйста, милый французский, септ... Пожалуйста... Здравствуйте... Агнаса Фавор. Хе... Коменса, да? Пре бьем, пре бьем. Ох, ох, ох. Я коменса ае тро фатиге. Ох, 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 ох. Телефон айтуразен этажо. Си дупле, мадам, си дупле. Пожалуйста, уберите этот номер. Посмотрите, что у них там в ванной творится. Посмотрите, что... Боже мой! Голые люди! Боже мой! Чисто, что они себе позволяют. Просто невозможное дело. Умность такая. Кошмары, да? Не дают домыться. Какой-то кошмар невозможный делать. Это не гостиница Интурист. Это свистоплясто. Надо его смотреть. Отсюда переберем в другую гостиницу. Какой-то кошмар, да? Ужас какой! Не дают домыться. Пожалуйста, мне швейцара. Дайте мне швейцара. Да, пожалуйста, прошу вас. Мне нужно вещи перенести. 101-302-й. Срочно, давайте. Ужас какой! Домыться не дают. В прошлый раз тоже пошел я в баню. На мое счастье погас там свет. Мало того, что я упал с полки, так я ударил себе локоть, плюс колено, плюс обстолбик с затылком, минус два зуба. Стал я одеваться, все надел на левую сторону, плюс задом наперед, плюс чужие носки, минус свои стеблеты. Мне даже сюда швейцар через полгода придет. Вот что я сделаю, я правильно поступлю. Я домой из ванной, это будет самое правильное дело, самый правильный выход из положения. О, милые народы, что делаете? Ай-яй-яй-яй. 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 И все иные странцы с ханом поговорить, как шок тебе понял. Вот с ханом стол, стол, и есть стол, да гне. По немецки-то ин дойч будете эти, как его, эти, диртиш, диртиш, в франце, ля там, ля там ля. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй преподает все это иностранное хозяйство. Она говорит, за что я тебе уважаю, Никодим Петрович, это за твоё, значит, фор, гуд, юр, гуд, как её, гуд, гуд, параносейшен. Ну вот я уже и добылся. Вы знаете, у меня мальчик учится здесь в школе, я послушал, как они между собой разговаривают. Детки, это какой-то кошмар. Не размахывай рукам, не шевели ногам. И, ребята, идите сюда, я уже давно одевший. Что это с вам случивший? Что это вы в лице переменивший? Не как вы заболевший. Я прихожу к директору школы, я говорю, послушайте, как они у вас разговаривают. Он мне отвечает, они у нас так привычные. Ну, как говорится, год не пей, два не пей, но после бани, дай Бог здоровья. Водка. Так. А где стакан? Глаз? А, не вижу. Дима, думай, что-нибудь там я найду в ванной что-нибудь есть под зубной щетки, может быть... Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот-вот-вот, я и говорю Поскольку мы с тобой, Маврикина, пока еще все-таки женщины Кто, простите, мы пока еще? Женщины мы с тобой все-таки, я говорю А, ну, да Ой, она еще и глухая Так я с тобой хотел поговорить как раз про моду да про любовь О, мода, мода, ну что, ну что ты с нами делал? Ты так меня не перебивай, а слушай, я тебе про моду говорю Это я сейчас живу в новом да экспериментальном доме-то, вроде как в блочном терем-керему А раньше-то в старом да трухлявом существовало Что, что делала? Что, слушай, с повалом, говорю А, ну, да, 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 да Вот глухая эти тени Его этот дом еще до войны ремонтировали Ой, это что же, лет 30 получается? Куда и там 30, бери больше? Ну, больше, положим, не выходит Отечественная война в 1941 году началась Да? Да Я говорю про ту отечественную, которая в 1812-м была А, ну, тоже не так давно Тоже, тоже, ты мне не перебивай, а слушай, я тебе про моду говорю Так вот, я когда из этого дома выходил, я так наряжался Наряжался я по моде Платье надевал, как это сейчас называете, Макси Ой, что это это? А внучка, внучка подарила мне к нашему международному женскому дню брючный костюм Ой Прям не знаю, чего делать Представляешь, Павликина, я в брючном костюме по базару шастлива Вроде как совсем без юбки А мне, мне и в дочке 16 Так она каждое утро рисует вот таким черным карандашом И железные дороги вокруг глаз А я, я-то жила на седых волос и не знала, что модно Носить круглые глаза О, Господи, а если завтра будет модно носить эти квадрантные глаза? Нет, я так думаю, малыш, что модней всего, модней всего носить эти умные глаза Модно, 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 модно А где их взять? Вот где их взять? И же не нарисуешь Не нарисуешь Эх, молодость, молодость, помню, когда я была молодая Когда тетя была молодая Не уж, что помнишь, Маврикина? Помню Нет, не любила Нет, не любила меня И правильно Слушай, у тебя склероза нету? Склероза? Ну, конечно, нет Есть немножко-немножко маразма Да? Вот тебе лечиться нужно, Маврикин Лечиться Может, у тебя этот еще и ящур был? Была, 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 была В детстве Такая маленькая, изящная Зелененькая, с хвостиком Ненормальная Слушай, Маврикин, тебе действительно лечиться и серьезно своим здоровьем заниматься надо Я не знаю, может, спортом, физкультурой Вот, я лично очень спорт люблю И занимаюсь Да Я очень уважаю это, я говорю, прыжки с трамплина Фу Потом это, бокс Стрельбу из лука Зеленого? Тяжело мне с ней Из репчатого А Потом это, хоккей с мячом, футбол с шайбой и слалом Слалом? Слалом Слалом Слалом, тебе говорят Ну, неважно, ну, пускай будет слалом Ну, что же, вы во все эти виды спорта играете? Играете, даже выигрываю Как? Вот я в последнем роже в спортлото Шесть видов этот спорт зачеркнула и выиграла мотопед Мопед Мотопед Мопед Мотопед, тебе говорят Моппед, ну, бог с тобой, пусть будет мопед И что же, и что же вы делаете с этим вашим мотопедом? Чего-чего, ездим Как? Ой, так вот Пррррр... Продолжение следует...